Во-первых, это российский танк, который за его оснащением моментально окрестили в интернете «Царь Рэбом». Рэб — это аббревиатура, которая шифровывается как «Радиоэлектронная борьба». Ну или, попросту говоря, глушилки. Самым грозным и эффективным оружием против военной бронетехники прямо сейчас являются беспилотники. А самым эффективным инструментом, защищающим от беспилотников, являются глушилки. Но с ними есть свои нюансы. Беспилотники — они подобны смартфону в ваших карманах, способны работать на разных частотах. В поездках между городами вы наверняка не раз видели, как ваш смартфон то еле находит сеть 3G, то ловит отличные LTE, а иногда падает в еще более медленные типы связи. Вот похожим образом происходит и с беспилотниками. Только там сам сборщик, то есть производитель дрона, решает, на какой частоте он будет работать. И такие конфигурации меняются производителями довольно быстро и просто. Если же у вас стоит задача защититься от беспилотников, то вам надо решить, какие модели глушилок использовать. Потому что у каждой модели тоже свой список частот, которые она подавляет. И если так окажется, что вражеский беспилотник будет работать на другой частоте, то глушилка вас не спасет. Изучив, какие комплексы радиоэлектронной борьбы применяет противник, то есть какие частоты он глушит, вы можете специальным образом подобрать конфигурации беспилотников, чтобы эффективнее наносить ими удары. И отсюда следует вывод, что для максимальной защиты от беспилотников вам нужно одновременно использовать сразу много разных моделей глушилок. Именно это и увидели все на том самом танке Церрэби. Его башня была увешана комплексами радиоэлектронной борьбы, как новогодняя елка. Их оказалось настолько много, что на башню пришлось поставить дополнительные мощные аккумуляторы и даже бензиновый генератор. Этот танк ехал во главе колонны и подавлял все беспилотники вокруг. Казалось бы, звучит неубиваемо, правда? Но в данной ситуации, как говорят, танк удалось поразить с помощью беспилотников с автонаведением на цель. Это следующий виток в этом технологическом сражении. Подразумевается, что на определенном этапе оператор дрона указывает ему на цель, а дальше беспилотник уже сам долетает до нее и атакует. В этом случае на последнем этапе связь операторам не нужна. А потому и глушилка не защищает. Еще одним замеченным на этой неделе необычным экземпляром техники, про который мне хотелось бы вам рассказать, стал танк-черепашка. По крайней мере, так мы прозвали его в команде. Со стороны от облика танка в нем остался только ствол орудия. Его вид моментально породил шутки на тему сходства с харвистерами из фильма «Дюна». Почему же на войне приходится так уродовать технику? На беспилотниках, которые атакуют бронетехнику, чаще всего ставятся кумулятивные снаряды. Таким снарядам удается прожигать броню танка за счет того, что вся энергия взрыва формирует в тонкую кумулятивную струю. И чем меньше эта струя рассеется, тем большую толщину брони она прожгет. Соответственно, задача всех этих решеток, сеток, стенок, которые навариваются дополнительно на технику, максимально рассеять кумулятивную струю, тем самым снизив эффективность удара. Как видите, технологии будущего, такие как машинное зрение, автонаведение на цель, соответствуют с самыми примитивными способами защиты, такими как наваривание решеток на технику.